здравствуйте дорогие друзья в этом фильме продолжаем разговор про металлургический комбинат в селе исти Рязанской области в первой части мы заглянули на плотину осмотрели доминую печь и заводской корпус а сегодня поговорим о храме Рождества Христова который расположен буквально в 300 метрах от доминой печи кто не смотрел первую часть то чтобы вам было проще понять ход мыслей предлагаю сначала посмотрите ее а затем уже этот фильм ссылочка на первую часть а также на все используемые материалы вы найдете в описании под фильмом на youtube канале неофициальная история этот металлургический комплекс мы посетили в ходе сентябрьской экспедиции 2019 года организованы совместно с подписчиками и евгением автором и ведущим канала разгадки истории на его канале также вышел фильм про этот храм не забудьте посмотреть ссылочка также будет в описании первым делом давайте глянем на старинные карты уже на карте 1792 года видим обозначения заводская и железная и эти обозначения будут встречаться на некоторых других картах последующих лет также на картах можно видеть специальные символы в виде шестеренок которые и обозначают промышленное предприятие интересна карта 1832 года на которой помимо шестеренок обозначены какие-то кружки с палочкой что это церковь вот например в хламово и залепяжье церковь обозначена как церковь кружок с крестиком а здесь кружки с простой палочкой но что это значит друзья пишите в комментариях ваши версии почему так важен вопрос металлургии потому что металлургия это в прямом смысле билет в клуб избранных народ не подчинивший металл считается примитивным именно поэтому наше великое железное прошлое выдается за кустарный промысел а сооружение связаны с металлургией либо разрушаются либо используются не по назначению кстати друзья кто знает как в описаниях различных религий выглядит от раскаленные чаши чумазые черти жарят грешников на сковородах в огромных печах повсюду высокая температура и огонь моя бабушка верующая православная 1910 года рождения описывала от именно так вам это ничего не напоминает невольно возникает ощущение что кем-то специально придумано такое описание ада чтобы у людей сложилась подсознательная антипатия к металлургии и прочим производством связанным с огнем но это я отвлекся теперь давайте ознакомимся с официальной информацией по храму рождества христова тем более что ее не так много кратко официальная историческая справка каменная двухэтажная христорождественская церковь в селе истия пронского уезда была построена в 1816 году помещицей анной петровной хлебниковой полторацкой по проекту архитектора василия петровича стасова в честь победы в войне 1812 года верхний этаж был занят церковью а в нижнем находилось подвальное помещение у западной стены устроены хоры на которые вели две винтовые лестницы в клировые ведомости данной церкви за 1915 год указано что церковь каменная с такой уже колокольней основной объем храма холодный а трапезная теплая построена трапезная в 1894 1896 годах на средства прихожан в начале 20 века храм неоднократно ремонтировался престолов в ней было два один в основном объеме во имя рождества христова другой в трапезной во имя святителя николая мерклийского в 1940 году церковь числилась действующей однако службы в ней не проводились 1932 года повторно открыто в 2000 году ведутся реставрационные работы в настоящее время здание церкви признано памятником архитектуры и охраняется государством конец короткой официальной исторической справки друзья если вы смотрели прошлые фильмы посвященные храмовым постройкам то наверняка уже знаете наше мнение о них ну а подробный разбор почему те храмы в которых мы уже были по нашему мнению не являются храмами вы можете посмотреть фильме который называется что же не так с нашими храмами ответ найден если вы его еще не видели то также предлагаю посмотреть сначала его ибо тема одна и определениями поставленными в том фильме мы будем руководствоваться и сегодня но если вы его уже смотрели тогда знаете на что мы будем сегодня обращать внимание в первую очередь и так что нам известно об этом храме он расположен возле заводского пруда 300 метрах от доминой печи опять же кто-то скажет что на территории завода вполне мог быть храм с чем я соглашусь но только отчасти да теоретически на территории завода храм вполне мог быть почему нет но как всегда есть масса различных но о которых мы поговорим далее кстати сейчас снова сделаю отсылку к прошлым фильмом ибо однажды храм на территории металлургического завода демидовы в калужской области но уже рассматривали и там были совершенно однозначны выводы в пользу нашей версии опять же все ссылочки будут в описании и так храм стоит возле водоема в трехстах метрах от доминой печи отопления изначально не было это видно по трубе выходящей из окна колокольни да и официальная информация говорит что теплой была только пристроена позже трапезная а сам храм был холодным низ храм имеет псевдофундамент кладочный раствор известковый у здания есть нижний этаж ориентация алтарем на восток правда что именно считать алтарем про это также будет далее помимо всего прочего у этого здания есть ряд своих интересных особенностей например снаружи основного объема вдоль стены располагаются ниши а напротив каждой ниши есть квадратное отверстие в полу уходящие вниз и в сторону храма и эти отверстия были заложены при постройке они пробиты потом что тут было подсветка статуи в нишах про то что эти ниши были предназначены для статуй нам бы наверняка рассказали официальные историки однако есть два официальных момента которые не вяжутся с этой версией первый момент это здание православный храм и второй он построен в начале 19 века то есть если тут стояли статуи значит либо это не православный храм либо построен он гораздо раньше официальной даты общее количество и расположение ниже мы рассмотрим немного далее буквально через несколько минут также особенностью данного строения является двойной купол сразу возникает вопрос а зачем нужен второй купол для красоты или как нам говорят официалы прочность внутреннего слишком мала для установки креста и обустройство крыши если прочность недостаточно тогда зачем вообще его делать для чего так усложнять саму конструкцию и работу строителей к тому же согласно церковной архитектуре этот верхний элемент называется световой барабан который якобы должен служить для освещения внутреннего пространства храма но что он может освещать если там второй купол если нижний купол слабый а верхний прочный то почему бы не оставив верхний прочный купол не использовать верхние окна для освещения так зачем нужен внутренний купол с точки зрения здравого смысла для религиозного сооружения это совершенно лишний элемент но это еще не все друзья когда вы смотрите на храм вам не кажется ничего странным уверен вы уже обратили внимание что основной четверик храма круглый возможно это просто иллюзия сформированная внешними украшениями но если посмотреть на план церкви сверху то сомнений не остается назвать его четвериком даже язык не поворачивается это на самом деле круглое здание причем она не одиноко в своей архитектуре достаточно в поисковике вбить слова круглый храм как нам предстает все разнообразие мировой архитектуры в которой по сути все очень похоже сотни зданий разных на первый взгляд имеют одни и те же основные элементы одно из таких зданий выдаваемое за храм мы уже исследовали в тульской области у этого здания также была обходная галерея как у нашего сегодняшнего храма но об обходной галереи поговорим чуть далее так вот по тем фильмам было много комментариев что раз она круглая то это колокольня и даже были комментарии что основной объем никогда не делают круглым как видим сейчас колокольня квадратная а четверик храма круглый но и это еще не все посмотрите внимательнее на план учитывая что согласно официальной истории трапезну и колокольню построили позже храма то если их убрать мы имеем вот такое изначальное здание снаружи оно совершенно симметричное если не знать где тут стороны света из какого направления сделан снимок то при взгляде на фото догадаться практически невозможно что касается ниш для статуй в христианском храме в настоящее время осталось две ниши по бокам от двери а две ниши по краям заложены однако следы этих ниш видны до сих пор такая же картина и с противоположной южной стороны то есть вдоль стен по кругу самого здания снаружи было по четыре ниши с каждой стороны плюс еще две ниши с восточной стороны где сейчас алтарь и еще две с западной которые ныне внутри храма в трапезной и того только снаружи было 12 ниш обратите внимание что заложенные ниши на плане не отмечены то есть получается что построили церковь с нишами украсили статуями а потом передумали статуи убрали а ниши замазали так что ли на фотографии 1987 года то есть советское время боковых ниш уже не видно то есть их замазали еще до закрытия церкви в 1940 году скорее всего во время одной из переделок начала 20 века друзья а теперь давайте разберем все что мы увидели то что изначально это никакой не храм думаю уже понятно но тогда возникает вопрос а что же это было изначально у нас по этому поводу есть три версии первая явно и напрашивается сама собой если отбросить все что мы уже знаем про это здание на что это похоже не торопитесь с ответом а вот так или так на электрических схемах двигатель постоянного тока изображается именно таким образом а если кто не знал то двигатель постоянного тока может быть наоборот генератором вот вам друзья и атмосферное электричество достаточно только запрячь энергию ветра ведь наши предки могли использовать ветер совпадение и да я конечно же не знаю что согласно официальным данным электродвигатель постоянного тока был изобретен только в 1833 году вторая версия становится явной если посмотреть на это здание сбоку четко видно что так называемые хоры это всего лишь обходная галерея про которую я говорил ранее в этом фильме вокруг основного объема на колоннах располагается своего рода коридор вот видите внутреннюю стенку причем основной объем ограничен сверху своим куполом в целесообразности второго купола для религиозного сооружения мы уже разбирались ранее но вот если это было техническое сооружение то смысл второго купола становится предельно ясен и так мы имеем некий правильный объем внутри здания и на определенной высоте этого объема вдоль всей окружности находится смотровая площадка если кто не знал то ни один газовый баллон никогда не наполняют жидким газом полностью а только до 85% максимум в зависимости от типа газа а то иногда вообще всего на две трети объема это вызвано тем что при увеличении температуры жидкий газ начинает испаряться и увеличиваться в объеме и то чтобы баллон не взорвался его специально никогда не наполняют полностью автовладельцам чьи машины работают на газе это хорошо известно и вот надо же какое совпадение именно на высоте предполагаемого заполнения внутреннего объема в 85% и находится эта обходная галерея но это еще не все эти ниши, которые находятся по низу здания а также квадратные отверстия перед ними в таком случае могли служить для улучшения теплообмена между внутренней емкостью и окружающим снаружи пространством и далеко ходить не надо мы уже видели ниши на доменной печи но разве там статуи размещались? возможно когда-то кто-то на самом деле умудрился там поставить статую но изначально это механизм терморегуляции ни больше ни меньше если в доменной печи тепло нужно было отводить от горна то в случае с этим сооружением нужно подводить тепло из окружающего пространства чтобы не замерз газ но суть это не меняет теплообменник одинаково работает в обе стороны но и третья версия исходит из тех же архитектурных особенностей предположу что обходная галерея это колышниковая площадка для загрузки шихты в печь которая в данном случае была вагранкой глядя на план этого сооружения мы видим что он очень похож на план нашей доменной печи только с поддом с двух сторон ну а ниши с каналами в полу были частью системы рекуператоров для охлаждения печи и нагрева воздуха подаваемого в печь друзья повторю мы не знаем точно чем это здание было изначально поэтому не стоит писать что я притягиваю за уши или не понимаю ничего как говорится в начале каждого фильма я знаю только то что ничего не знаю именно поэтому я говорю лишь то что вижу сам своими глазами и прошу вас друзья подключиться и выдвигать в комментариях свои версии и обсуждать существующие согласен у каждой версии есть слабые места но уверен что схожесть с технологическими объектами явно не случайная но это еще не все впереди будет развитие темы и много подтверждений благодарю вас за внимание все вам доброго до свидания